Польша хочет обнародовать документы о российской коррупции в Европарламенте. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий сообщил, что его правительство хочет обнародовать документы о российских влияниях на евродепутатов. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на IPL. Премьер Польши напомнил, что в декабре 2022 года общественное мнение в ЕС потряс коррупционный скандал в Европарламенте. Тогда Катар и Марокко пытались повлиять на экономические и политические решения ЕП, подкупая людей на важных должностях в Европарламенте. Моровецкий сообщил, что министр внутренних дел Польши покажет документы, относящиеся к делу. Сегодня мы уже знаем, что в коррупции депутатов Европарламента были и российские следы. Наш министр внутренних дел вскоре покажет документы, касающиеся влияния российских служб, коррумпированных депутатами Европарламента, сказал Моровецкий. На вопрос журналиста, идет ли речь о польских евродепутатах, Моровецкий ответил, что информация касается нескольких евродепутатов, но не из Польши. Он также добавил, что очень многие люди, бессознательно покупаются на российскую пропаганду, как в случае с вопросом о смысле защиты границы. Белорусское нападение на польскую границу, из-за искусственно спровоцированной миграции, было прелюдией к российской агрессии против Украины. Это была попытка взорвать сплоченность Европейского Союза, а также попытка дестабилизировать Польшу, чтобы когда Россия нападет на Украину, мы больше не смогли принимать украинских беженцев. Эта попытка провалилась, но к сожалению со стороны оппозиции все еще публицисты и политические активисты, которые этого не понимают, сказал премьер-министр. Напомним, 9 декабря прокуратура Бельгии заявила о начале расследования возможной коррупции, связанной с неназванным государством Персидского залива, где подозреваются помощники и члены Европарламента. После чего, 11 декабря, вице-президент Европарламента Ева Кайли, и еще три человека были обвинены, и взяты под стражу в Бельгии, по делу о коррупционных связях с Катаром. Позже появилась информация, что Марокко пыталась повлиять на евродепутатов, с целью изменить ход расследования шпионского ПО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.